всем привет с вами канал все для огорода подписываемся здравствуйте мои дорогие подписчики и подписчица а также гости моего канала здесь у меня посажены помидоры но томаты и помидоры вот видите зашло очень мало здесь все посажено сколько сортов значит андромеда бакинские чудо летние и турбореактивные то есть рыба активно взошло всего три штуки чудо летние зашло 2 бакинский взошло вот здесь немножко побольше и андро андромеда зашло 3 это они про уже переросли переростки то есть когда они сходили были такие небольшие но я пленкой их накрывал ставил в тепло и короче просмотрел но ничего страшного нету из-за того что томат я высаживал всего глубину в посадочной таре на два сантиметра для того чтобы можно было потом до досыпать их вот до уровня землей на вот этих стволиках будет образовываться дополнительная корневая система как вы знаете что как что для растений нужен чтобы у них быстро нарастали корни для любого растения требуется нейтральная земля то есть земля не кислая не щелочная вот можно использовать двойной суперфосфат который свое он раскисляет а именно землю военном суперфосфате содержится 15 процентов азота и остальное где-то 50 процентов фосфора вот как раз для образования корневой системы нужный фосфор если у вас нету под рукой этого удобрения его можно сделать из куриного желтка то есть для этого надо взять куриный желток вот яйцо вот надо разбить отделить желток от белка не знаю как мне получится здесь уже проба так давай так отделяем значит берем разрываем ука у отделяем наш желток мало отделяем здесь мне еще есть одна крышечка от яйца отделяем белок нам не нужен нам нужен чистый желток понятно так вот чтобы видно было то есть отделяем желток от белка ну все принципе отделяем да вот этот значит сейчас еще раз здесь равно получается белком ну ладно вот этот желток желтки много фосфора то есть берем бросаем какую-то емкость баночку там скажем так вот сейчас мы должны разболтать это самое этот желток залить ее на теплой водой и можно поливать наши растения вот сейчас раза разобьем желток желток вилка лучше здорово разбивать сюда добавить воды сделаем настойку такой желтка и будем поливать растения чтобы они у нас хватит вот так вот здесь пол литровая баночка один желток сейчас мы это все размешаем как раз желтки содержится фосфор который будет от которого будут наращиваться корни все вот этот размешали можно посильнее размешать чтобы ничего там не оставалось на вилке там видите желток все вот такой настой вот способен заставить наши наши томатики быстренько расти не вытягиваться именно расти то есть надо взять поливите правда здесь поливал уже но ладно покажу как здесь как я поливаю это это этим составом чуть-чуть вот нальем так чуть-чуть все хватит а то будет перелив вот видите берете желток разбавили банка полулитровый один желток на пол литра воды размешали и поливайте ваш каком-то растение можно цветы поливать таким настоем так как здесь есть фосфор желтки вот и естественно помидоры начнут утолщаться не вытягиваться а именно утолщаться и будут расти то здесь вот они перетянулись вот вытянулись стволик будет утолщаться потом как-нибудь вот эти подойдут автоматики как который еще не подросли вот здесь еще у меня всходят там часть томатов а потом я засыплю землей прям под самый уровень засыплю здесь только одна головка будет торчать и все буду ждать когда вот эти томатики немного под вы вытянуться подрастут вот обязательно до их направлять к солнышку здесь вот у нас солнце светится верьте вот обязательно да хотя бы их чтобы они на солнце поставили хоть часа два вот там а белосиндус идет и они будут как бы они будут втягивать его в воду вот это посадочная тара у меня без без от отверстий внизу но там сделан дренаж в виде куриных куриные скролупы насыпан а потом вот здесь почва смесь такая это прессованная почва смесь с добавлением биогумуса то есть почва смесь забавил биогумус вот никаких этих меня не было конечно можно было какие-то для рассыкления что-то купить еще другое но магазине ничего не было этого биогумус и то есть биогумус я привез дачи это 10 килограмм стоит тысячи рублей практически 900 рублей стоит 10 килограмм вот я там на даче насыпал и домой привез думаю вот как раз я вот сюда биогумус и до насыпал то есть землю делал из из этого почва смеси куда-то я делал потом я уж показывал почва смесь брикет такой почва брикет вот я залил кипятком он раз раздулся туда добавила 4 пригоршни биогумуса все это размешал и как раз вот высаживал сюда эти томатики или помидорчики как лучше как празднец назвать их вот вот как раз будет у вас фосфор то есть вот она фосфорное ваше удобрение это который в яйце садится понятно да вот с вами канал все для огорода подписываемся ставьте лайки жмите на колокольчик вот короче я буду вот этого можно еще добавить водички туда сделать до полного довести до полного вот здесь я правда не полный налил воды вот это будет у нас фосфорное фосфорное удобрение которое от которого будет нарастать корневая система надо заболтать чтобы там желток не оставался вот видите вот готовое фосфорное удобрение у вас можно сказать под рукой и не надо никуда бежать это натуральный фон его желтки содержится очень большое количество этого фосфора вот на литровую банку можно взять два желтка ну здесь у меня пол литров банка как раз есть хватит мне полить подкормить этим фосфором перец подкормлю вот все томатики но я уже немного поливал их вот у меня баночка горы без без этого дренажных отверстий хотя там есть дренаж снизу вот как только перец вытянется побольше я проделаю шилом или гвоздиком или отверстие сверлом проделаю дренажный поставлю это чтобы вода стекала вот так как помидоры они не боятся это пересбытка воды можно сказать вот поэтому их иногда сажает как бы в лужу как говорят наливает много воды и сажают помидоры они хорошо там растут вот перец и это перелива не любят корни могут загнивать поэтому перец у меня взошел я уже проделал отверстие и уже у меня уже как бы излишек воды будет сливаться в такой же поддончик а здесь вот я два таких поддончик покупал понятно да вот с вами канал все для огорода короче желток разбавляете на пол литра воды и поливайте ваш комнат на растение или растишки перца или томатов вот от не от которого будет нарастать корневая система хотя у меня здесь есть аммиачная селитра и кальция селитра но они нужны только для роста стебля вот листиков и стебля а для корней нужно фосфор вот поэтому воспользуюсь моим советом разведите один желток на пол-литра воды поливайте вашу комнатное растение или перец или томаты и томаты спасибо за просмотр жмите на колокольчик чтобы начать видео всем пока пока вот но здесь мне хватит у меня таких вот три баночки я правда еще до засадил семян сухих не знаю когда они взойдут мне хватит этих томатов здесь вот три банки томатов и перец у меня уже большое уже ему месяц а я недавно еще подсадил но тоже перчинки на это обычный перец который куплен на магазине спасибо за просмотр с вами канал все для города жмите на колокольчик чтобы здесь еще видео всем пока пока